окей в общем начинаем тематика сегодня какая это торговый робот константа и фикс трендовый перевертыш и немножко по рынку то есть я не буду сегодня много тратить время на там на валютные пары индексы smp 500 золото и так далее но постараюсь ответить то есть я практически все занятия провожу в живую видите у меня нету слайдов я сейчас включу рабочий стол и мы будем разбирать вообще как бы смысл используя торгового робота то есть на данный момент я внедрил этот робот на валютном рынке к лету я планирую сделать крипто робот именно крипто бирже чтобы этот робот работал ну именно уже в крипте чисто поэтому давайте вообще смотрите и для себя вы должны принять решение нужно ли вам такой торговый робот и те рекомендации к роботу которые я буду отдельно давать значит все вы знаете сейчас я включу экран будем смотреть прям терминале давайте еще раз напишите видно ли вот я сейчас включая там терминал мета трейдер видно ли мой терминал все вот максимально еще раз говорю всегда показывают живую то есть мне не нужны слайды заученные слова я максимально работают вин вин то есть с клиентом напрямую и вы можете задавать вопросы по ходу я постараюсь ответить на них вопрос значит касательно торговых роботов в принципе уже разработано несколько торговых роботов но я думаю что многие из вас столкнулись с такой ситуацией что практически все сеточные роботы значит стоящих секундочку так 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 я наверно даже запущу разок то есть понятно у меня сейчас и в тестах есть на реал счете на демо счете есть только как бы у меня этот робот значит какая ситуация то есть сейчас буквально видно экран да я включу рисование каждого как раз руки тут надо отдельно экран значит я сейчас пока завершаю значит включу рисование то есть очень много людей используют сеточный торговый робот я сейчас буду говорить про сеточных роботов они роботов со стоп лоссами тейк профитами принципе сталкиваются но достаточно простой ситуации я думаю на когда есть серия первая так называемых и ланов которые открывают как бы отдельно в баять или насел сделку до усредняют пока все хорошо но когда происходит какое-то там безоткатное движение набирает куча сделок и слива это начинается доливание денег то есть принципе таких роботов вагон я не буду называть их имена но думаю что вы сами это знаете значит есть роботы которые работают в одну сторону например тот же у нас был используется робот harvester который там полностью переписан он уже не сеточный но сути у него было тоже то есть открывает неважно по какому импульсу там тиковому импульсу и то же самое происходит то есть кто-то ставит стоп лосс здесь кто-то замок так называемый на то есть и потом выруливают с него там непонятно сколько могу сказать что принципе такие версии не рассматривают так как все эти роботы практически обречены с замками с выруливание open lock и так далее почему потому что все выходы из замков это против тренда вы должны это понять против тренда всегда тяжело размыкать всегда поэтому такую версию я не использую то есть в роботе константа немножко принцип будет следующий то есть я сейчас покажу сначала а потом далее мы перейдем к терминалу перейдем там даже открою vps буквально даже недавно запустил чтобы поняли смысл то есть есть определенный вход то есть торговый робот почему называется трендовый перевертыш то есть у него задача по тренду на работает хорошо флэт это его минус и в этом принципе для этого помимо определенных своего рода индикаторов я в любом случае буду внедрять дополнительные отложенные ордера то есть мои личные для того чтобы бороться с флэтом потому что ну большинство робота во флэте красавцы в тренде без откат нам сливают деньги значит задача как бы робота константы это работает по какому-то но есть какой-то тренда значит задача его работать только внув только в тренд только в тренд примеру будут открываться там определенные сделки то есть там они за там одна вторая сделка и в какой-то момент ну тренд разворачивается задачи ну то есть робот робот константы nfix он будет переворачиваться то есть не так как дальше будет усреднять 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 до поседения он будет ну по сути вот бай 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 тут может перевернуться в сел и пойти в сел и закрыть всю сетку то есть это робот который работает по сути в две стороны но суммарно суммарно то есть он должен закрыть общий ток тейк профита в прибыль это его главная задача в тестере буквально там даже запущу мы посмотрим как это происходит вы видели но наочно значит поэтому когда есть какой-то тренд робот будет работать только в этот тренд если тренд поменялся значит значит образно давайте так я с графиком возьму ну примеру там евро доллар до евро доллар на то есть увидите да там образно говоря там среднесрочный это четырехчасовый график до такой на свое родное среднесрочное движение которое перелом ну скажем да ну существует но вот все это время робот работал бай я знаю что многие когда здесь было движение вниз вот это все движение из робот работал то только с а если робот дает какие-то признаки разворота он села перевернется в бай пойдет работать бать то есть задача константы первую очередь работать по текущему я понял да сейчас я включу экран я понял рисование убираю то есть смотрите показываю экран значит евро доллар даже так дневной график я знаю что очень многие роботы столкнулись такой ситуации когда евро доллар это дневной график вот это все движение мы падали практически все роботы усредняли в бай а это дай бог с 1 21 1240 до 107 80 ну как бы достаточно серьезное движение и большинство всех роботов работала здесь усреднял 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 а кто-то здесь запаниковал по закрывал просадку либо ну то есть думая что пойдет там чуть ли не один к одному и так далее точно так же вы видите вот с 1 0 8 до 1 15 но это 700 пунктов по четырех знаков это достаточно тоже для многих сеточник это похорон поэтому здесь многие точно так же послевались потому что все роботы работали цел даже если у вас там супер и лан который там который закрыл хорошо образно говоря закрыл сделки бай осылки оставлял 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 то есть многие вот кричат что компенсация в другую сторону спасает сделать ну поверьте ничего вас не спасет потому что когда к вам компенсирует он работает другую сторону мелкими лотами зарабатываете 3 копейки а просадка увеличивается огромное и вас это не спасет он все равно сольет вам депозит вам придется доливаться там отключать робота ждать разворота поэтому вот задача трендового перевертыша то есть я не буду сейчас раскрывать признаки его переворота но в районе там 109 25 он развернулся то есть он работал сел все это время и вот в этом районе он перевернулся в бай и начал набирать сделки в покупку и тем самым где-то приблизительно вот в таком районе он перевесил лотажность бай сел притом это не замковая система что сразу там 10 лотов перевернули пошли нет это набор постепенный по тренду если он подтвержден то есть это вы сейчас увидите значит то есть задача трендового перевертыша чтобы каждый из вас не сидел нигде не то есть я знаю что практически никто не готов переворачиваться все люди которые зависли в сетке они будут до упора устранять в ту сторону куда у них зависла просадка это болезнь ну скажем это даже не все профессиональные трейдеры в роботах готовы это сделать то есть когда у вас там набрано не за 10 сделок цел а вам тут говорят надо в бай разворачиваться но наверное не каждый дату скажет нет я буду ждать отката и так далее результат слив поэтому первое что я могу сказать я всегда говорю такие три вещи это доходность это просадка это без откат то есть этот робот полностью защищен от без отката так как при еще раз говорю вот развороте и примеру но если будет тупо без откат он будет набирать сторону этого без отката и перевешивать предыдущей позиции это очень важно то есть без отката по поводу доходности и просадки значит минус я уже говорю что у робота это работа с флэтом потому что ну примеру там по фунт-доллару по фунт-доллару сейчас я открою секундочку так есть видно мой экран ребят то есть терминал все возьму там например у фунт-доллар и понятно вот такое распиливание но такого не сейчас уже понятно есть определенные решения вниз это сейчас понятно но вот этот распил так называем на вот этот распиливание уровне так называем флэтовое движение конечно для робот это не очень хорошо поэтому в любом случае для использования этого робота но и закрытом чате техподдержки будут даваться отложены ордера для того чтобы улучшить качество закрытия сета сразу могу сказать что стандартная версия будет без мартингеев то есть без всяких 1.2 1.4 1.6 ну то есть у нем будет латажность везде одинаково я в принципе чате показывал его пример его работы но сейчас я буквально наглядно покажу вот этот тестер видите константа евро доллар h1 берем за этот год свойства сейчас посмотрю там принципе стандартные я запущу чтобы даже визуально посмотрели как работает видите то есть здесь из расчета но если брать по центовым счетом это 300 долларов если брать по реальному счету 30 тысяч долларов лотность 03 принципе что на центовом да что на на реальном счете соразмерность одинаковая то есть видите у него и целый байм то есть он может ходить вот снял полностью всю сетку то есть стандартно он будет ходить в основном по простому за что пошел по тренду закрыл сделку зашieves по тренду закрыл велку пошел под рынок weakened то есть он робот не гадает разворот и тренда ему это не надо я знаю это беда многих людей сидеть ловить развороты и потому сейчас сидят люди и ноги в просадках сначала когда евро падал люди кричали помогите когда будет бай когда попер вверх уже кричат к наце и так далее то есть вот видите закончилась статистика. Качество моделирования высокое, то есть 30 тысяч, полторы тысячи прибыль. Самое, что важно, тут мат ожидания, коэффициент прибыльности, это профит-фактор 1,41. Для робота это достаточно высокое. Как правило, профит-факторы у всех роботов ниже единицы. Просадка 3,19 на пару, это за 2,5 месяца. Прибыль чуть больше 5%. То есть, это одна из пар. У меня, конечно, не стоит самоцель, чтобы просадка всегда была меньше у робота, чем его доходность, потому что смысл сеточных роботов зайти в какой-то уровень просадки, набрать хорошую сетку и закрыть прибыль. Но если будет возможность все-таки просадку держать ниже, вы же понимаете, это за весь период времени, чем доходность, это идеальная ситуация для торговых роботов. Вот пример евро-доллар, 35 сделок это было с января 2020 года. Прибыль-то такая-то, значит. И это еще раз смотрите. Причем, вот, про что я говорил помощь роботу, потому что я думаю, никто это не делает, либо, ну, не хочет это делать. Ребят, я вот в чате, кто может, напишите. Вот я перехожу, там терминал видно? Видно то, что я делаю? Валер, да, видно, да? Значит, то есть, я думаю, что, ну, то есть, у меня делал я тесты и за прошлый год, и там с декабря, то есть, надо закачивать единственные вот эти архивные котировки. Я знаю, что очень многие в декабре намучились, в январе намучились, сейчас в феврале мучаются, сейчас опять начнут мучиться, потому что рынок, ну, шатает, постоянно люди пытаются выйти из каких-то вот таких, ну, вы же прекрасно понимаете, даже банально по евро мы походили, ну, за сколько там, да, мы походили вниз сильно, теперь заходили вверх, сейчас можем опять пошатать, опять безоткатно, чуть ли не пойти вниз, ну, то есть, три безотката для большинства сеточных роботов, которые работают по методу банального усреднения, это, это, ну, это очень плохо, это большие просадки, переживания моральные и так далее. Для чего нужны отложенные ордера? То есть, я сказал, что минус этого робота, минус этого робота, главный минус, это работа флета. Почему? Потому что, если он зашьется в каком-то уровне, на котором будет показывать, скажем, он будет переворачиваться во флете, он может просто так переворачиваться, ну, образно, там, 50 раз, да, но при этом понемногу далее затягивать просадку. Для этого, значит, для этого я принял решение, что я буду, образно говоря, на ключевых уровнях, я использую опционный объем, анализ объемов и опционов, буду использовать для того, чтобы давать отложенные ордера, ну, вот, к примеру, по евро-доллару, это там было в районе 1.1470, сейчас, если это бай будет, это, ну, образно, 1.0, чуть ли не 1.07. Суть в чем, для чего нужны эти отложенные ордера? Это, может быть, там, 2-3 сделки в неделю, не больше. Не для того, чтобы заработать, поставив большую лотность, а только для того, чтобы поставить тех же 0.3 лотность, например, здесь сверху, снизу, сверху, снизу, то есть, если, вы понимаете, то есть, если мы будем здесь sell 0.3, внизу buy 0.3, ну, что я использую, ну, в основном, границы премии, да, то есть, контракта. То есть, если брать евро-доллар, текущий контракт, то границы премии, ну, то, что сейчас хаос, конечно, происходит, граница премии сейчас, ну, по сути, в цене, где мы находимся, верхняя граница, а нижняя граница, там, 1.06.80. То есть, вы понимаете, я не буду где-то посередине вам давать отложенный ордер, чтобы просто там робот пошатал, но если он уйдет выше, здесь будет граница премии, я поставлю sell limit. Если он упадет вниз, а если он упадет вниз, он пойдет по тренду вниз, то есть, так как сейчас. Я поставлю buy limit. Если мы зашьемся во флете, у нас здесь будут байки, здесь sell, байки, sell. Помимо того, что робот сам будет работать, когда он все-таки примет решение пойти, ну, в какой-то тренд, потому что по евро мы сейчас по флете, вот, когда он примет решение все-таки пойти либо вверх, либо вниз, робот перевернется и пойдет в ту сторону, сам наберет дополнительную лотность и закроет сетку. Вот для чего нужны сделки sell limit сверху, buy limit снизу. Я думаю, что, ну, кто хоть чуть-чуть трейдинги понимает, понимает, что такое флэт, это всегда сверху сопротивление, снизу поддержка, сверху sell limit, снизу buy limit. Поэтому это не будет сделки каждый день, поверьте. То есть границы, премии, ну, к примеру, там, нефть, я не знаю, что, давайте возьмем там австралийские, не знаю, какую-то пару, возьмем. Так, 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 евро. Ну, вот, возьмем нефть, да, по нефти у нас, ну, верхняя граница 55, это в это, нижняя граница 29, ну, почти 30, то есть там, где мы барахтаемся. То есть я бы нефть точно бы не продавал, по крайней мере, то есть хотя все там, там, кризис, хаос, рецессия, нефть, но, но, при нижней границе премии, там, и текущего контракта, и А2 я могу открыть, там, мы находимся в самой, ну, скажем, в премии нижней границе, я бы здесь только бай покупал бы, ну, для робота. То есть если бы робот работал на нефти, я бы ему обязательно подкинул бы бай-лимит, но не селлимит. Ну, селлимит только сверху. То есть вот очень важно для этого робота, то есть, ну, нету, поверьте, граля, то есть кто еще вам рассказывает, что там робот сам выйдет по принципу, там, какой-то супериндикатор, боллинджеры, всякие опенлоки, RSI, там, ну, то есть все, что вы все знаете, индикаторы, которые находятся в метатрейдере 4, МТ5, можете бежать сразу от таких роботов, потому что они никогда, это все старое, оно не работает, это нереальные данные, это какие-то тиковые данные, это просто какие-то рисунки, пересечения, мувингов, так называемых машек, это давно уже не работает, давно уже, дивергенции, линии, каналы, треугольники, пробои, это все, ну, я считаю, в 21 веке вымрет, это не работает, есть реальные данные, есть объемы, есть крупный игрок, есть позиция, то есть объемов, есть позиция хеджирования крупных игроков, и я думаю, это более важные показатели, то есть, где для робота, то есть, тоже возьмем, S&P 500, смотрите, то есть, в S&P 500, мы находимся в нижней границе контракта, ну, сколько я знаю, он экспирируется буквально через 10 дней, продавать S&P 500, ну, это безумие, то есть, хотя там кризис, опять же, акции падают, смотря какие, системно образующие падать не будут, то есть, ну, продавать на нижней границе текущего и следующего контракта по S&P, ну, это безумие, то есть, если бы у меня робот работал на индекс S&P 500, я бы ему тут buy limit 100% бы поставил бы, хотя, на вот этом всем движении, которое S&P 500, вот, в нисходящем, среднеспрочном тренде, идет вниз, робот бы работал просто вниз, закрывал бы все селки, и вообще бы не было ни просадок, одна сделка открылась, закрылась, открылась, закрылась, открылась, закрылась, то есть, робот работает на часовике, поэтому очень важно, вот эти будут все-таки подсказки отложенных ордеров, которые я буду давать, в закрытом, ну, то есть, чате этих поддержки, именно этого робота, для того, чтобы бороться с флетом, не какими-то там, мистическими, гралевыми, какими-то индикаторами, а реальными объемами, реальными опционами, на рынке, в текущий момент, то есть, это динамические показатели, вот эти, ну, давайте еще, вот золото я посмотрю, да, вот золото, смотрите, опять же, мы уже так графиком подходим больше, золото, то есть, верхняя граница золота, 1675, нижняя граница, 1497, ну, то есть, по сути, куда мы упали, отскочить, сейчас, что здесь говорить, продавать золото, ну, безумие, да, то есть, хотя, я знаю, что этот контракт уже, в нем нет объемов, возьму, вот, следующий контракт, не буду объяснять, почему же, основные фьючерсные объемы, по золоту, контракт, который, уже на следующий месяц, именно там, ну, даже, а2 контракт, нижняя граница, по золоту, мы ее достигли, то есть, опять же, это для робота, я сейчас говорю, подсказки не для ручных сделок, что тут надо купить золото, с целью, там, да, 1700, а именно, с целью усреднения, если флэт, ну, если вы видите, четырехчасовый график по золоту, ну, я думаю, невооруженным глазом видно, что идет среднесрочный тренд вниз, именно локальный, да, по золоту вниз, то есть, именно на четвером, то есть, даже вот все видите, все падения, ниже, 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 вершинки тоже падают, то есть, робот работает только, ну, в такой ситуации, это идеальная ситуация для робота, он работает только в сел, и зарабатывает, но вот здесь бы, buy limit, первую buy limit, там, на 0.3, я бы поставил бы, обязательно для робота, если бы он, ну, начал бы какую-то просадку, ну, в данной ситуации, просадок просто не может быть, значит, так, по этому, давайте теперь я еще включу, так, 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 я сейчас включу, пример, VPS, то есть, на данный момент, ну, вот, смотрите, к примеру, да, то есть, мы запустили, буквально недавно, видите, по евро-доллару, он не открывал сделки, это вот, буквально я запустил, чтобы хоть какой-то, по доллар-кат, то есть, вот он пошел buy, открыл сделку, здесь усреднил, и вот, ну, и вот take profit, то есть, видите, что, ну, тут опять же, думаю, даже слепой увидит, что идет восходящий тренд по доллар-канадец, это не значит, что, ну, то есть, я отдельно еще понимаю, что предстоит большие доработки, особенно, вот, на недельном графике, я понимаю, есть очень сильный уровень сопротивления, я буду их добавлять в робота, чтобы все-таки на верхах сделки не открывались, хоть и тренд вверх, ну, в таком вертикальном движении, может быть сильный обвал, и, конечно, зависание там одной-две сделки там сверху не очень приятно, то есть, ну, над этим я еще буду работать, ну, смысл, я думаю, вот, видите, 0.303, вот take profit, уже сколько тут, почти 300 долларов прибыль, то есть, это один процент буквально за два дня, то есть, за два дня, то есть, все по тренду, хотя я уверен, что куча людей сидят, слушают там вебинары, им надо разворот словить по канадцу, ложный пробой, условия, я думаю, пока словят 10 стопов словят, то есть, смысл робота работать по тренду, ему не надо помогать по тренду, если по доллар-канаду будет, например, обвал, потом коррекция, и мы развернемся в sell, он развернется в sell, и пойдет в sell, то есть, я думаю, что многие, ну, люди, которые не совсем разбираются в трейдинге, они будут довольны, что им не надо, как большинство, я знаю, роботов там начинает советовать, что, ребята, там давайте, давайте там закрывать все сделки, или там давайте, мне кажется, что тренд развернулся, ну, хорошо, тренд развернулся, что делать, но не каждый нажмет кнопочку в терминале, вместо sell buy, и если даже вы нажмете кнопочку sell, поменяете на buy, то у вас отдельно сетка будет работать sell, отдельно buy, толку, то есть, вы buy две сделки, ну, закройте в прибыль, небольшие, а sell, как будет висеть, так и будет, пойдет дальше цена, вы все равно будете зависать, все время зависать, зависать, вечно будете вырулить какую-то пару, вот для этого я создал такого робота, который сам будет вместо вас переворачиваться, при наличии тренда, а при наличии флета, он будет учитывать уровни, я еще это дело наложу, ключевые уровни, и отложены ордера на ключевых, еще раз говорю, на ключевых границах рынка по парам, что я могу еще сказать, что робот будет работать на 1-3 пары, никаких 10 пар, 8 пар, безумие вот это, да, форс-мажор, и вы сидите в 8 пар просадки, в одну сторону, для этого 1-2 пары будет достаточно, намного проще с 1-2 парой работать, потому что всегда можно принять какие-то разумные решения, и поэтому я запустил 2 пары, то есть максимум еще будет 3 пары, секундочку, выставлю, для того, чтобы морально снять нагрузку, поверьте, мне тоже сложно анализировать 20 пар, сидеть там, сидеть, то есть особенно кроссы, ну, я не анализирую кроссы, я, конечно, могу наложить одну пару на другую, там, евро-ауди, это евро-доллар и ауди-доллар, ну, то есть, да, то есть можно посмотреть и сделать какой-то из этого вывод, но я в основном смотрю, там, где есть маржа, то есть маржинальные требования на бирже семьи, где есть объемы, настоящие фьючерсные объемы, и где можно, ну, все-таки высокой вероятностью проанализировать валютную пару, потому, когда мне дают там, не знаю, франк-иена, кат-иена, еще какие-то, с такими парами робот работать не будет, ну, я, по крайней мере, запускать не собираюсь, пока это евро-доллар, доллар-канадец, доллар-иена, может быть, австралийский доллар, ну, из кроссов, скажем так, евро-фунт, единственный кросс, у которого есть маржинальные требования, то есть есть объемы на бирже, которые можно проанализировать, все вот эти евро-ауди, евро-франки, фунт-иены, фунт-ауди, нет маржи, то есть на чикагской бирже нет маржи, поэтому это, скажем, такие манипулятивные пары, очень волатильные, и для робота, как по мне, они не очень хорошо работают, то есть есть пары, реально, которые тот же фунт, тоже не планирую, он слишком волатильный, и, давайте так скажем, что он очень сильно политизирован, значит, сейчас я это тогда дело закрою, то есть мы тесты планируем скоро давать это дело на тесты, сейчас я посмотрю, почему меня не заряжает, milliэпидец, пока не страшное, что. hustывка, слабо, 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 ребят давайте тогда может быть есть вопросы касательно я принципе постараюсь дальше не затягивать значит цену робота там скидки это все все вопросы к вольеры теста мы будем давать если ошибаюсь то ли с 20 числа две недели можете поставить его там понятно кто на демо счете кто нырял счете будет создан отдельно поддержка к тем у кого есть этот робот почему я уже сказал что обязательно по этим двум парам на котором будет работать робот если будут серьезные уровни отложенных ордеров я буду туда публиковать для того чтобы улучшать закрываемость сеток еще раз повторюсь что робот сеточный с переворотами по тренду без маркин дело с уровнем критического стопа то есть на автомате до 30 процентов и суммарно закрывающиеся сетки то есть я думаю что то есть сейчас это для кого-то будет новинкой как этот ну то есть он работал бай перерывался в сел потом 5 сел перерывался в бай закрывает сетку то есть для всех это кого-то может быть что-то новое но поверьте для вас это будет намного спокойнее момент без откатов в момент сильных трендовых движений вы будете спать спокойно какие есть вопросы по саму роботу то есть ребят жду ваши вопросы в чате то есть по роботу понятно что все нюансы детали то есть мы будем разбирать с вами в чате то есть у тех людей у кого будет этот робот ордера очень важны потому что я понимаю вот все ищут граль робот который сам разрулит сам опер развернется будет бороться с безоткатами ну ребят забывайте этих фокусов такого не существует нет таких роботов все роботы нуждаются помощи для меня робот это трейдинг на автомате то есть я занимаюсь своими делами он торгует но когда я вижу ключевые уровни робот попал например какой-то флэд именно флэд тренде все нормально он развернулся себе заказ пошел по тренду если хорошо и закрылся то моя задача обязательно добавить ему этих 03 лота либо там 01 на 100 долларов до 01 на 300 доллар это 03 там на 1000 долларов это 0507 но и задача обязательно ему как говорит на очень сильных границах добавить потому что если он зафлетит по крайней мере вот именно эти сделочки ему помогут быстрее на то есть ну то есть не не увеличивать просадку первую чуть не увеличивать дальше просадку а флэте да в рамках зоны то есть набирать лотность без просадки доходность месяц ну смотри стандартная версия то есть вообще я планирую использовать этого робота в двух целях первое это умеренно консервативно это 5-15 процентов месяц на двух парах на двух парах и второе то то что любят чуть ли не весь интернет это разгон депозита там нас к цели будут другие там разогнать от роботов 3 в 5 в 10 раз будет прям ставится цель в настройках с целью разогнать депозит там обязательно использование маркингеева там использование динамической лотности с повышением депозита но там очень большие риски вы понимаете за на депозитом например в 5-10 раз за полгода например за год мало вообще какие роботы способны вообще ну практически ни один робот не способен да это сделает при том на автомате то что я вам показал вот этот буквально как как он робот работает ну давайте вам еще покажу там доллар тот же доллар канаде за вот опять же доллар канадец как работает то есть вот канадский доллар хуже потому что сам канадский доллар он более флетовая пара потому что ну по сути нам надо искать более трендовая пара значит вот эти вот эти все данные показатели доходности которые без моих рекомендации без вообще кого-либо мешать без всяких моих сэр лимитов по лимитов и спиа еще давал бы ну по лимит сэр лимит и тут ситуация была пищу лучше намного лучше быстрее закрывались всевозможные сетки поэтому доходность это при стандартные при стандартной 5 15 процентов месяц две пары а по разгону депозит это еще раз говорю 310 от 3 до 10 раз с динамическим лотой martin геон вы понимаете что если здесь наложить martin гейл любой 1 и 2 1 и 3 4 вы тут 0 3 лота видите не увидите я сейчас даже вам покажу надеюсь что в будущем вот что я хотел бы с моих вебинаров то есть я на этой неделе пока по констально следующий проведу потом я там еще буду по другим роботам проводить потом я буду проводить по среднесрочным сделкам мероприятия торговый трейд мира я хотел бы чтобы вы начали научились читать statement вы научились читать не просто вот вам на рассказали что у робот классный вот смотрите график вот отчет вы должны научиться ключевые показатели умеет читать если вы не научитесь вас будет дурить всегда с любым роботом абсолютно любым роботом что на крипте что на афорекс и что в акциях так далее значит смотрите то есть опять же 30 тысяч до 1490 35 сделок правильно открыл . на это где запустил божие по евро запустил по канаду дамы я просто покажу и вам прочитаю то есть на что вы должны обращать внимание то есть в любой робот тут вам смешательством без без мешать неважно выжил на 5 евро почему-то здесь надо поменять вот канадский доллар старт смотрите на что возможно вы у вас есть другие роботы я думаю что у многих есть роботы на что обращайте внимание значит есть таких четыре можно сказать показателя это коэффициент восстановления профит-фактор доходности просадки все больше ничего не то есть учитывая эти четыре показателя вы можете оценить эффективность робота можно еще брать мат ожидания сейчас я вам покажу не включил он это работа опять же видите слотность 03 вы видите везде ноль три да вот бай бай пошли бай ю юмбай то есть видите прячется он вот здесь видите вверху то есть посмотрим сейчас мы прочитаем буквально отчетом что время у нас поджимает будем заканчивать то есть для чего еще раз говорю мои сделки там то есть немного отложены ордера для того что все таки на верхушках и на низах помогать этому немножко роботу если вот такое будет распиливание такой флэп то конечно это нехорошо не иметь дополнительные сделки сверху из нее значит заканчивается тут тест видео но набирает например определенное количество сделок тейка двигается потому что у нее тут и не только байки уже и ссылки добавляются и вот с этим конечно мне придется работать чтобы бороться как говорится как с вирусом чтобы здесь не было очень много глотажности которая там будет пугать людей это пока на 9 вот наша стейк он поедет закрыть вот свете синие это бай красный это сал то есть это суммарная закрытие сет то есть я думаю что многие график вот отчет видите то есть пока нацию например это не очень классные показатели но просадка 586 доходность всего лишь там гола два с половиной процента мат ожидания 28 вот то что обращать внимание вот этот профит-фактор прибыльность 116 на мат ожидания на максимальную просадку и коэффициент восстановления но восстановление это доходность деленная на максимально допустимую просадку если вы по крайней мере будете учитывать эти факторы то будете оценивать эффективность любого робота профит-фактор сам по себе он в роботах всегда но не очень хорошего качества потому что это деление всех прибыльных на все убыточные сделки так как все таки они собирают много убыточных и последних там одна-две прибыльные понятно у нем от ожидания невысокое но если роботы больше там единицы 1.2 1.4 это достаточно качественные роботы нужно вот вы возьмите все ваши роботы которые там например находятся ваша просадка этот посмотрите какой профит-фактор очень важно второе это коэффициент восстановления то есть многие хвастаются доходностью например там десять процентов в месяц или там 20-30 за три месяца а просадка была 70 50 процентов нечем тут хвастаться если вы поделите доходность на максимально допустимую просадку ну в данном случае вот здесь за два с половиной месяца видно да что два с половиной деленное на 5 86 скажем не очень хорошо вот по канадцу не очень хорошо по евро ну там был лучше показать поэтому возьмите все ваши роботы любые за полгода за год и посмотрите в вашу доходность деленную на максимально допустимую просадку в любой момент времени и вы посчитайте коэффициент восстановления я считаю что коэффициент восстановления должен быть больше двух и выше если этот показатель у вас не работает ну не очень-то хорошо будете постоянно нервничать от просадок ну доходность просадок доходности просадка я думаю вы сами понимаете что это такое поэтому первый такой вебинар вот я не понимаю что как бы все с пром там может быть не все понятно но как-то только начнем там тестировать и начнете включать зарабатывать следите за отложенными ордерами вот именно такая комбинация 80 процентов робот и 20 процентов это дополнительные отложенные ордера на ключевых уровнях сопротивления поддержки которые основаны на реальных данных объемов как фьючерсных так и опционов это как бы основная такая задача совместить и чтобы робот стабильно зарабатывал нам деньги мы перестали держаться за сердцем думать когда будет разворот я думаю что ну ну реально все такая ситуация что многие там ждут австралию разворота там евро то есть люди сидят и там канадский доллар там я не знаю уже наверное десятки людей которые ждут продажи жестоко проперли мы вверх они все вот вот такое движение робот бы работал губой тут ни одной целки не было бай 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 большинство сидят и там ну и я думаю это не только доллар канадец и по фунту я более то уверен что все работают в бай он валится вниз а все бай 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 ну так и до слива есть стопроцентный сел по евро доллару евро мы конечно по флетовой зоне все-таки по рынку я уже сегодня но вряд ли что успею однозначный флет куда выйдет пара нету тренда здесь по евро доллару вот там биткоин биткоин наш аж 4 однозначно среднесрочный тренд вниз но сейчас я уже в принципе на дневных недельных графиков флэ но на биткоине работает на форексе очень большие спреды вот когда он будет на крипто бирже там на бинанс хобби либо бит феникс тогда будем говорить если нет вопросов ребят мы заканчиваем рад был всех видеть обращайтесь к валерии у нас есть чат константы так он называется константы фикс весь чат есть канал пока мы начнем с двух валютных пар по поводу цен скидок и времени это пожалуйста опять же к валерию менеджеру если нет вопросов ну будем завершать надеюсь было по крайней мере понятно что мы и сделали то что каждый месяц будут какие-то обновления это обязательно я понимаю что дело не бывает но какие-то дополнительные варианты по борьбе с флэтом помимо моих даже сделок отложенных я буду думать чтобы это максимально спокойный робот но это для тех кто хочет стабильно заработать те кто хочет разогнать депозит благо робот может это сделать может он уже мне показывал эти вещи может здесь придется очень кропотливая работа потому что ну не бывает 1000 процентов или 500 процентов просто п что вам обещают мы разгоним депозит без рисков я никогда не будут лукавить риски будут они есть огромные именно если вы хотите разогнать депозит с 500 долларов на 5000 долларов на 3000 долларов обязательно нужно рисковать но я считаю разумно не по принципу там 100 лотов до средня а все-таки по какому-то четкому алгоритму ребят вопросов нет если нет вопроса мы заканчиваем наше мероприятие я надеюсь что с каждой неделю понедельник мы будем проводить и по роботами по и по среднесрочным сделала пока задача роботы 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 данном случае мы говорим о константой фикс я надеюсь что этот алгоритм будет заслужить свое внимание собираюсь никому ничего там впаривать заставлять но я надеюсь что именно трендовый перевертыш робота скажем по тех анализу по тренду заслужить свое внимание и каждый сможет на нем стабильно зарабатывать вместе с нами вот поэтому это это у нас